Я его попробую. Добрый день! Я с удовольствием раскрою три своих секретных маринатов во время приготовления жесткой говядины, сухой курицы и неприятный запах баранин. Я вот для этого взял именно говяжий окорок, это самая жесткая часть говядины. Чтобы маринад у нас достигло до волокна мяса достаточно быстро, это первый наш сегодня секрет. Я добавляю сюда, обратите внимание, не соли, а просто соевый соус. И если я добавлю соль, просто стечет сок, свернется волокна, и мясо станет более сухое. Для аромата это необходимо. Темное пиво. Столовую ложку дежурской горчицы, которая более даст аромат нашему мясу, а лук усилит вкусовые качества, потому что лук – это глюкоза, тем более перетертая. Первый маринад у нас готов. Я его просто убираю в сторону буквально на 30 минут. Мы к нему еще вернемся. Нам надо для нашего маринада измельчить некоторые ингредиенты. Это будет чеснок, чуть-чуть добавим растительное масло, потому что благодаря растительному маслу ароматы спецеи просто раскрываются. Добавлю сметану, 2 столовые ложки, может чуть больше. Сейчас это все мы измельчим. И просто не представляете, какой у меня тут аромат стоит этого маринада. После этого я добавляю сюда цедр лимона. Теперь я обкатаю слегка лимон, чтобы все соки собрались в одну. И сюда же добавлю ложку карри. И все это просто перемешаю. Кстати, для курицы очень важно, чтобы маринад был жидким, чтобы соки оставались внутри. Оставляем его минут 15-20. Максимальный срок их маринада – это около полтора часа. Надя очень не любит баранину. Она говорит, что она вечно воняет, вечно с запахом, она специфическая. Вот у нас здесь такой базарный баран. Пахнет. Беру ступку, добавляю сюда зиру, кориандра. Кстати, если есть кориандра из зиромолота, ничего страшного, горошек черный. Это все ступки перетеряю. Достаточно. Его не обязательно очень сделать мелким и перетертым. Добавляю я сюда растительное масло. Это проводник специи. После этого я добавляю для пикантности просто острый стружковой перец. Это всегда на любителя. Вы можете делать, можете нет. Я ложу сюда нашу баранину. Я буду делать это руками. Просто хочу, чтобы ведь так же делали со своим мясом. Последний секретный ингредиент. Что это может быть? Да, ребята, это просто-напросто томатный сок. Никакую другую кислоту нельзя. В томате содержит свою кислотность, которую необходимо для мяса получить смягчитель. Через минут 15, перед тем, как запустить его в духовку, я его посолю. У нас уже прошло минут 20. Я включу духовку на 180 градусов. Достану противень. Заранее я уже постелил его пергаментом. Мы сперва с вами сделали говядину. И первыми я отправлю говядину. Вторую часть. У нас была курица буквально очень быстренькая. Ну и третья. Это Надя Джан. Для тебя специальный арт. Курицу достану чуть раньше. Минут через так 12-15. А говядину с бараниной оставлю 20-25 минут. Сейчас мы нарежем говядину. О, видите? И обратите внимание, каким ножом я режу. Буквально сервировочным. Она режется у меня как масло. Вот, ребята, вот приготовлено правильное мясо. Я сейчас попробую. Извините, конечно, но я это должен сделать. Запах такой. Сочность просто непредсказуемая. Это очень вкусно, ребят. Теперь я перехожу к курице. Она должна быть у нас мягкая и очень сочная. Она у нас не распадает, не ломается. Структура мяса осталась очень сочной. Я его попробую. Даже не обсуждают. Теперь самый ответственный момент. Это у нас баранина, ребят. О, здесь просто не слично никакого неприятного запаха. Здесь слично пряность маринада. Я просто отрежу его на две части. Одну часть хочу отправить к Надюше и Марину Щевченко. Опа! А вот это буду пробовать я. Увидите, увидите. Запаха вообще нету. Оно мягкое, нежное. Желаю вам приятного аппетита. Готовьте от души. Редактор субтитров А.Семкин